Практическая психология Дело в том, что лично я уже, наверное, не задумываюсь об этом, потому что я отталкиваюсь от себя. Но когда ты меня пригласила на эту программу, я задумалась, когда же она формируется, когда она начинает формироваться и вообще, когда встают первые вопросы по поводу репутации. И материалов на самом деле на этот счет мало. И первые такие яркие проявления, когда она действительно важна, это происходит в подростковом возрасте, когда мне надо в своей социальной группе себя как-то проявить, зарекомендовать и сформировать свое мнение. И дальше уже она, ну то есть, если я попадаю в определенную группу, где, допустим, важной составляющей является учебный процесс, там что-то такое, то тогда, конечно же, моя репутационная составляющая работает над тем, чтобы я как-то реализовался в учебном процессе. Но если эта референтная группа не очень здоровая, скажем так, то тогда, конечно, могут идти и запрещенные вещества и тому подобные вещи. И вот тут вот родителям очень надо быть внимательными на тему того, как раз где ваш ребенок, где ваш подросток обитает, какая зона интересов. Потому что, ну как мы все прекрасно знаем, у ребенка происходит обесценивание родителей, это естественный путь, вот, и главное, чтобы он был достаточно такой комфортный и здоровый в своей среде социальной. То есть получается, что подростки выбирают какой-то свой критерий, на который они ориентируются. Да, свой критерий, который... Для них ценности в этот момент. Да, и который диктует данная группа. То есть если это какая-то асоциальная группа, тогда, конечно же, там будут и какие-то запрещенные вещества, и какие-то там непонятные особенности поведения, скажем так, и они будут приветствоваться. А в здоровой среде это больше какие-то такие достижения, успехи. Хорошо. Вот на самом деле, общаясь со студентами, я понимаю, что они уже с молодых ногтей очень много, многие понимают, как их действия, как их успехи или неуспехи уже накладывают отпечаток на их репутацию. Причем, мне кажется, что, будучи я студентом, мы об этом особо сильно не задумывались. А вот молодое поколение, они понимают, что их репутация потом может так или иначе сказаться на их дальнейшем даже карьерном росте. Да, безусловно, потому что есть как репутация компании, место, где я работаю, и она меня как-то продвигает, она дает определенный бонус мне или не дает этого бонуса. И точно так же есть репутация конкретного человека, который, если компания вдруг закрылась, а мы это наблюдали в 2020 году, когда ничего не предвещало, и все сели по домам, а некоторые компании закрылись, некоторые компании сократили количество работающего персонала, и вот мы увидели, кто чего стоит. И это было жестоко, не все были к этому готовы, но это естественный отбор, который действительно показал, что очень важно представлять какой-то интерес, какую-то ценность. То есть ты как личность даже в этой компании? Безусловно, но я могу сказать, что, допустим, репутация, она такая штука, то есть это общественные мнения, общественные убеждения о каком-то конкретном человеке. И, допустим, вот есть те сферы, в которых репутация не касается личности человека, как ни странно. Это наука. Там не важно, какой ты человек, важно, что ты даешь в науку, какой ты вклад вносишь в науку. И здесь яркий пример был, возможно, ты смотрела сериал «Теория большого взрыва», там был такой Шелдон, он был совершенно безумный, но он был очень уважаем в научной среде. То есть не важно, какой ты человек, не важно, какая ты личность, если ты вносишь большой вклад, то ты ценен. А в принципе, в остальных сферах, конечно же, если мы говорим про личную репутацию, то она действительно формируется из качеств профессиональных, и она также формируется из личностных особенностей. То есть, например, если ты политик, и ты как-то недостойно себя ведешь с кем-то из близких, то тебя, скорее всего, не выберут, потому что социальная группа, которая тебя выбирает, она будет осуждать. Вот смотри, еще, опять-таки, теперь уже мы в детство возвращаемся. Дело в том, что сейчас мы видим такую тенденцию, это тоже она социально навязанная нашим детям, когда ребенок еще только пошел в садик, и его рисунки работы собираются в портфолио, потом он пошел в школу, где тоже есть портфолио, где ты собираешь свои грамоты, всевозможные результаты, успехи, проекты, и уже в этом моменте мы видим, что происходит тоже какая-то такая идентификация себя в этой группе. Скорее, не себя, а своего ребенка. Своих ожиданий по поводу своего ребенка. И если, опять же, мама к подростковому возрасту ребенка с собой не договорится по поводу своих ожиданий, то мы увидим в результате человека с синдромом отличника, который будет всю жизнь гнаться за этой пресловутой репутацией, который будет всю жизнь свою ориентироваться на то, что скажет общество, и это не будет здоровым выбором, скажем. Это будет его очень сильно истощать, потому что, когда я пытаюсь быть хорошим для других, но отказываю себе в чем-то очень важном для себя, в своих каких-то выборах, в каких-то своих, ну, неважно в чем, в общем, то тогда идет очень большой внутренний конфликт. И к чему этот конфликт приведет? К болезни, к нервному срыву или еще к чему-то, никто не знает. Если мы говорим про конкретного человека. Ну, вот смотри, тем не менее, запрос, похоже, что есть, да, социальный. Почему это вводится уже в портфолио, например, да? Оно как бы стимулирует детей, что ты можешь показать, на что ты способен. Ты можешь уже сейчас занять какое-то место в этой социальной группе. Ты можешь сейчас уже заявить о себе. Ты можешь этого не делать. Но, тем не менее, вот эти первые маленькие шаги по созданию своей репутации, оно, мы сейчас уже прослеживаем, формируется с детского сада. Согласна. Но, опять же, очень важно смотреть, какой возраст он подходит под вот эти вот особенности. Или детеныш еще слишком маленький, и у него мама отбирает детство по каким-то своим причинам. И это тоже не очень такая здоровая ситуация, да. Потому что ведь, опять же, я с женщинами работаю, и в том числе с беременными, когда они приходят, и он еще в животе, бедолага лежит у нее, формируется, а она уже на него какую-то ответственность. Такую, причем до студенческих лет, она уже прям прописала его будущее. Я говорю, отстань, отстань от малыша, что ты от него хочешь. И очень важно родителям, вот сейчас я, ну, есть у меня такая возможность, спасибо тебе за нее, проговорю, что ваши дети не обязаны оправдывать ваши ожидания. Их задача не специально, но разочаровать вас и пойти по своему пути, а не по тому пути, который заложили им родителям. И это очень важно. И вот здесь как раз не только вопрос репутации, а еще вопрос ответственности и вопрос внутренней зрелости заявить о себе. Ведь это очень важно. То есть репутация – это то, что идет от мира ко мне, а очень же важно, гораздо более важно, что идет от меня к этому миру. И вот, опять же, отвечая на твой первый самый вопрос, забочусь ли я о своей репутации, да не особо, потому что я выстраиваю отношения от себя с этим миром. И мне очень важно, ну, то есть, и мне не важно, по большому счету, что обо мне думают другие люди. Мне очень важно, что обо мне думает профессиональное сообщество, в котором я состою, потому что, ну, вот он, лакмусовая бумажка моего качества, качество моей работы, а не то, что обо мне думает обычный человек, потому что я имею право не нравиться всем. И это тоже как бы наш выбор, да? Да, конечно. И не подходить всем, и это нормально. И, кстати, я об этом всегда заявляю, чтобы человек ориентировался не на какую-то популярность специалиста, и сейчас можно, кстати, об этом поговорить, а на свои внутренние ощущения, могу ли я доверить этому человеку, незнакомому мне человеку, самые важные, самые личные, самые интимные. И когда люди от меня такое слышат, они удивляются, а почему ты не хочешь взять меня на консультацию, почему ты отговариваешь от того, чтобы я пришла или пришел к тебе? Я говорю о том, что я не отговариваю, я перенаправляю внимание, помогаю сделать выбор не в пользу чего-то навязанного, да, потому что сложить мнение какое-то, упаковать даже пустого человека, ну, это сейчас вот... Маркетинг тебе в помощь, да? Конечно. И мы это видим. Мы видим, когда наши же коллеги, которые только-только-только новоиспеченные коллеги, у которых очень мало практики... Ох, и не только малоиспеченные, новоиспеченные. Есть еще те, которые совершенно не экологичные. Я потом за эфиром назову фамилии, возможно, ты их тоже знаешь. Но они, ну, такой ад говорят, такой ад транслируют. Совершенно не экологичные вещи, совершенно небезопасные. И, к сожалению, вот на этом хайпе действительно они собирают огромную аудиторию, потому что они бесконечно уверены в себе. Есть мнения их и неправильные. И люди как-то вот доверяют таким вот сильным. Но мы же опять прекрасно понимаем, что это тоже зона ответственности уже человека, который выбирает себе психотерапевта или психолога. Так же, как и врача, учителя и так далее. Это может быть в любой сфере. И поэтому, золотые у тебя слова, да, спрашивайте, задавайте вопросы, интересуйтесь специалистом, прежде чем к нему вы идете и доверяете все самое дорогое, важное и нужное. Хорошо. Вот мы с тобой поделили на две категории. То есть репутация, она у нас держится на личностных каких-то, да, качествах и на профессиональных. Итак, вот мы чаще всего видим, смотри, есть человек, он с харизмой, у него как бы системное мышление, вот все личностные качества в нем великолепны. А как профессионал он может при всем при этом проседать? Не очень понимаю, что значит, как профессионал проседать. Ну, то есть смотри, вот я яркая личность, к примеру, да, но при всем при этом я могу быть непрофессиональной в той или иной сфере, в которой я сейчас в данный момент нахожусь. Ну, может быть такое, да. Легко. И это каким-то образом скажется на моей репутации? Может, в профессиональном сообществе. Да. То есть смотри... То есть если, допустим, мне будет мама-бабушка говорить, о, господи, ты такой замечательный психолог, ну, конечно, они заинтересованные люди, да, или люди, например, ну, то есть если там мы говорим про нашу специальность, или люди, которым, допустим, я, может быть, не помогла, но поддержала, они такие, о, да, там мне прямо супер помогло. Но профессиональное сообщество, когда оно оценивает по определенным объективным критериям, и, кстати, вот сейчас профессиональное сообщество просто насмерть бьется за какие-то вот такие вот, может быть, лицензирования или еще чего-то. И это здорово. Я это очень жду, и я это прямо кулачки держу уже больше 10 лет. Профессиональное сообщество бьется. И добилось только то, что психотерапия вышла из медицинского вот реестра. Ну, замечательно, и на том спасибо. Шаг сделал. Но опять-таки мы видим, что я просто держу кулачки за то, чтобы это произошло, потому что мы видим, как люди, которые закончили курсы трехмесячные, потом называют себя психологами и психотерапевтами. Или есть люди, которые просто умеют общаться с людьми, не имея никаких корочек. Они такие, я психолог с пятилетним стажем, и тут у меня челюсть отваливается, и я не могу сохранять какую-то... Адекватность. Да, и я... Вот, кстати, да, совершенно верно. Я тут смотрела передачу редакции про депрессии, шикарный, и там было интервью, брали у Варги, и когда вот как раз разговор зашел об этом, она сказала, все, стоп, я не хочу об этом говорить, потому что здесь я неадекватна. И я ее очень прекрасно понимаю, потому что, ну, я... У меня сердце кровоточит на эту тему, потому что я так выросла, меня так воспитали. Я была воспитана врачами, для которых вот я с молоком матери в себя впитала, что самые ценные – это жизнь человека и здоровье человека, каждого человека. И вот для меня это самое важное, для меня это самое первое, для меня это первостепение, чем там, я не знаю, получу я эти деньги, не получу я. Я их все равно, свои деньги я всегда заработаю. Но вот этот принцип, который идет от меня, не то, что там от меня общество ожидает, да, то, что я могу дать, это гораздо более значимо, чем вот что-то другое. А те люди, которые не обладают компетенциями, которые не осознают ответственность и берут на себя роль такого сверхчеловека, ну, это же так приятно, идут ведь ко мне. Надя, сейчас под... Все, меня порвало. Есть помимо наших коллег еще, знаешь, кто? Фотограф-психолог. Психолог. Есть еще визажист-психолог. Как тебе? Как тебе звуть? Вот когда я тебе об этом говорю, вот тебе как? Твоему психологическому состоянию. Моему психологическому состоянию это откликается, потому что я знаю, что эти люди имеют право, они имеют психологическое образование. Если вот только в этом условии... Образование. Да, только в этом для меня является, что если человек имеет классическое психологическое образование, это когда ты реально и имеешь после этого практику, вот ты тогда можешь уже называться. Вот смотри, то есть есть определённые параметры, да? То есть есть образование, есть опыт. Причём для меня, чтобы это образование было не сиюминутным, не каким-то онлайн-образованием, понимаешь, а чтобы это были реальные экзамены, зачёты, это когда были преподаватели с именем. Вот это действительно тогда специалист. Да, да. И опыт, да? То есть смотри, есть вот это две составляющие, которые могут сказать о эксперте. Вот мы здесь подошли к тому, что репутация, допустим, психолога, она может сложиться вот из этих двух составляющих. И опять-таки мы возвращаемся, что это ответственность того клиента, который выбирает себе, например, человека, который назывался психологом, но при этом без образования. Или психологом, который имеет только-только сейчас корочки, но ещё пока нету опыта. Но рано или поздно, я думаю, что каждый из них встретится с действительно хорошим специалистом и поймёт, в чём была разница всех остальных. Дай бог, чтобы каждый человек встретился с качественным специалистом и прочувствовал ту грандиозную глыбу, которую может оказать этот человек, другому человеку с любящим сердцем, со светлыми мозгами. Сам проработанный, вот для меня, вот это вот самое, что ни на есть, важное в моей профессии. Да. И мы помним о том, что у нас психологическая помощь оказывается только тогда, когда есть запрос, а не то, что я сейчас, давайте вам тут помогу. Да, да, да. Хотя очень часто мы такое тоже с тобой в своей практике встречаем, да? Да. Ну, опять же, это такой синдром сверхчеловека, где ко мне приходят, и я вот чувствую, что я там покивала, что-то сказала, посоветовала. Я не советую, я рекомендую. И вот это вот работает. Нет, друзья, это не работает. Не работает. Итак, репутация. Когда репутация начинает работать на тебя? Сначала, как часто встречается в литературе, сначала ты работаешь на репутацию. Да, без фон. И за дня в день, и из раза в раз, методом проб и ошибок, где-то даже разрешая себе, как некоторые говорят, что всё является пиаром, да, кроме даже некролог. Да, 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 отлично. Прекрасно. Сначала, да, опять же, но очень важно не столько на репутацию работать, сколько работать на ту сферу, которую ты выбираешь сам. То есть когда ты выбираешь, ты взрослый, ты несёшь ответственность. То есть очень важно исходить вот в понятии репутации, отталкиваться не от чувства вины, да, что я могу ошибиться, или я там что-то неправильно сделаю, а исходить из ощущения ответственности, что вот я за это берусь, неважно, что я делаю. Я продаю, или я учу, или я помогаю, или я лечу. Да без разницы, что вы делаете. Да хоть сажаете вы цветы. Когда человек делает ответственно, опять же, исходя от себя, он в глазах своего работодателя, или в глазах даже не своего работодателя, а другого человека, который его может схантить через какое-то время, он создаёт эту репутацию, потому что уже понятно, что этот человек ответственный, что этот человек любит своё дело, что он, да, он, допустим, заявляет о какой-то цене за свою работу, но эта цена оправдана вот этим, вот этим, вот этим, вот этим. И вот это, оно не просто на словах, оно уже в делах. Получается, что вообще репутация, это потом дальше хорошая монетизация? Да, это инвестиция. Я бы не назвала это монетизацией. Монетизация – это часть данной инвестиции, но это огромная инвестиция в то, что, допустим, если что-то произойдёт, отключит интернет, или наоборот, всех нас по домам рассадит, то про этого человека будут помнить. Он осядет где-то на подкорочке у других людей, и его по сарафанному радио всё равно найдут. Каким-то образом его найдут. Вот, опять же, я вспоминаю, когда я вернулась больше девяти, наверное, лет назад из Москвы в Киров, у меня не проседала моя частная практика ни в Москве, ни в Кирове. То есть я когда вернулась, раз-раз-раз, и по нашему маленькому городку, ну, вот слух этот прошёл, что я вернулась, и ко мне можно очно записаться в городе Кирове, вот, пожалуйста. Я особо ничего не делала. Я потом делала там какие-то интервью, или там ещё чего-то, или статьи в журналах. Но это, по большому счёту, для себя это было. Что посоветуешь, что порекомендуешь почитать, посмотреть нашим слушателям на тему репутации? На тему репутации, друзья мои, во-первых, я порекомендую всем психотерапию. Вот начнём с этого. Это очень важно, знать себя, знать свои какие-то желания, знать внутренние опоры, знать свои приоритеты, а это вы никогда не сможете чётко почувствовать и сформулировать, просто зарабатывая деньги. Это во-первых. Вы сейчас про коллег. Нет, я вообще про всех. Потому что очень важно знать, кто смотрит каждое утро на тебя из зеркала. Это категорически важно, потому что если мы не знаем, кто мы такие, нами очень легко можно манипулировать. И я не буду ориентироваться на себя, я как раз буду ориентироваться на ту точку зрения, которую диктует мне другой человек, общество или ещё кто-то. То есть я попадаю в такую зависимость от мнения другого человека, и здесь я уже не смогу реализоваться. Очень важно, опять же, в той же самой репутации, во-первых, иметь чувство внутренний такой творческий потенциал, который я имею свободу проявить в этот мир, предложить людям. А это же очень сильный такой момент. И если я зависим от мнения других людей, мне нужно будет одобрение. То есть я не смогу себя проявить. И вот здесь как раз та самая ловушка. После психотерапии идут любые биографии великих людей, которые нравятся вам, которые не нравятся вам. Просто начитывайте этот материал, потому что на примерах других людей, как они ошибались и вставали, что у них общество отбирало, но они обратно возвращали это по праву. Мы можем не любить Моргенштерна, но мы знаем, кто это, мы знаем, что это там. Или еще что-то такое. Если это люди, те, которые живут сейчас, я обожаю смотреть интервью. Причем интервью я смотрю с точки зрения того, как человек мыслит. И я набираю этот материал, и это бесконечно талантливо. Вот, например, на Ивана Урганта я могу смотреть часами, днями, месяцами, потому что там такая мощь, такая глыба. Дальше. И после этого я предлагаю нашим коллегам уже почитать книгу, которую я... А, кстати, нашим коллегам и, в принципе, людям, которые прошли психотерапию, биографии начитались и вообще любят читать, читайте Эриха Фрома. Ну, вот это вот просто... Любая книга, иметь или быть... Вот абсолютно все. Сейчас не буду ничего перечислять. Возьмите Эриха Фрома. Вы не ошибетесь. Все. И нашим коллегам дальше я предлагаю почитать. И вот... Потому что это юнгянский подход. Он сложен. Эрель шалит. Враг коллега и нищий тени на пути героя. Это вот как раз те внутренние блоки, которые человеку мешают проявить себя в обществе, проявить свою... Да, в этом мире это прекрасная книга. Нелегко, но тем не менее интересно. И всегда, знаете, всегда помнить вот то, что говорил Ялом, что репутацию легко потерять, но с совестью очень сложно договориться. Вот как-то так, не помню сейчас цитату. И очень важно отталкиваться вот от своей природы, от своих приоритетов и взращивать себя. И тогда эта репутация будет работать на вас всегда, независимо от того, что вы делаете, независимо от того, как вы себя в этой жизни проявляете, проявляете ли вы себя в этой профессии или просто как личность, без разницы, это все будет работать на вас. И вот, кстати, мы не поговорили с тобой про компанию, но вот как раз я хотела... Я предлагаю, чтобы мы встретимся еще раз. Пожалуйста, да. И поговорим тогда как раз про даже репутацию в интернете, про репутацию компании. Я думаю, что сегодня как раз про то, как вообще формируется эта репутация, для чего она формируется, какими средствами мы ее формируем. Если будет отклик у людей, то я с радостью поговорю, потому что, да, про личный бренд люди говорят, про репутацию не так много, не много материала про репутацию, но она базовая, она самая важная, а имидж и тому подобные вещи, ну, вот он сегодня создался, завтра разрушился и послезавтра о тебе вообще все забыли, например. Да, и такие случаи мы тоже знаем. Ну что ж, это была программа «Практическая психология». Сегодня с Елизаветой Пэмой мы говорили про репутацию человека, ну, а потом обязательно поговорим про репутацию компании. Я же в конце программы желаю всем вам крепкого здоровья, удачи, любви и всего самого наилучшего. До встречи. Практическая психология